Девушки отдыхают Второй мировой. Очередная серия документального фильма «На пути к Великой Победе». Зейдлиц предложил отдать приказ о капитуляции. Вальтер фон Зейдлиц. В ходе Второй мировой он был одним из немногих немецких генералов, перешедших на советскую сторону. Почему его сравнивают с русским генералом Власовым и говорят о двух его проклятиях? Узнаем сегодня в 15.30. В 8 вечера встречаемся с дорогим Никитой Сергеевичем. Когда они уже более 10 лет будут первой парой Советского Союза. История восхождения Хрущева по партийной лестнице не лишена загадок и необычайного везения. Дружба с женой Сталина, знакомство с Кагановичем и пост первого секретаря Московского городского комитета партии. Сегодня в 8 часов вечера. Может ли попытка самоубийства наладить личную жизнь и привести к успеху? Посмотрите сегодня в 10 вечера фильмы на нашем канале и узнаете ответ на этот странный вопрос. Донкан? Что? Выходите. История успешной нью-йоркской писательницы, которая всеми силами старается вернуть бывшего возлюбленного. Фильм – доказательство того, что даже самые глубокие психологические проблемы можно преодолеть и вернуться к нормальной жизни. Большое количество людей действительно нормально функционирует и живет полноценной жизнью. Есть действительно такие с такими достаточно серьезными заболеваниями. Это уже на органическом уровне, когда требуется постоянное стабильное наблюдение. Продолжаем путешествие по полуострову Крым. Субботний специальный репортаж расскажет о легендарном советском лагере «Артек». Мы разыскали известных артековцев-красноярцев, которые побывали в лагере еще десятки лет назад. А сегодня они взрослые, состоявшиеся люди. Это депутаты, это политики, это чиновники, это журналисты. И мы с ними обязательно пообщаемся. Цель нашего проекта – напомнить людям, что есть такое место, где до сих пор сохранились те самые замечательные советские методики воспитания. Субботний вечер проведите вместе с нашим телеканалом. Историческая картина в 10 часов вечера. Действие происходит во времена Древнего Египта. Если хочет умереть за богов, пусть! Гепатия Александрийская – первая в истории женщина-ученой. Она была математиком, философом и астрономом. Убедитесь, что к ее словам прислушивались правители, а ученики просто боготворили в субботу в 10 часов вечера. Армейские отделы контрразведки СМЕРШ выполняли приказ Сталина. Фильм об агонии и смерти Адольфа Гитлера. Уникальные материалы из архивов ФСБ, речи, высказывания и дневниковые записи самого фюрера. Все, показанное на экране, по утверждениям авторов фильма, соответствует реальному ходу событий. Смотрим «Воскресенье» в 8 часов вечера. Ах, мадам, я так люблю вас. В 17 век после долгих скитаний в Париж возвращается Мольер. Его ждет работа в Королевском театре. Во время написания сценария режиссер Лоран Террар и его соавтор перечитали множество биографий и художественных произведений, посвященных Мольеру. Наибольшее впечатление на них произвела пьеса Михаила Булгакова «Кабала Святош». На этом все. Смотрите наш канал, следите за программой и до встречи в понедельник.